КОНЕЦ СВЕТА КОНЕЦ СВЕТА И все знают, что когда приходит новый директор, вышибаются те, кто пригрелся при старом и назначаются новые для того, чтобы влить в производство свежие силы, новую кровь и новый стиль управления. Соответственно, этому нужно рассматривать смену эпох, потому что меняется не 12-й год на 13-й год, а меняется целая эпоха, эпох-управитель этой эпохи. Соответственно, будут новые правила управления, и нужно быть к этому готовыми. Нужно быть вообще ко всему готовыми, потому что боги, родные боги и предки делают из нас богов, взращивают, воспитывают. И разговоры о конце света для каждого выглядят по-своему. Для одних это конец тьмы и начало светлой эпохи, поскольку никто сейчас не сомневается в том, что цивилизация, извините за оружие, гадит сама под себя. Достаточно выйти на пляж и увидеть те горы мусора, которые там остаются. Достаточно увидеть в новостях последствия аварии танкера нефтеналивного или уничтожения части природы с помощью сточных вод какого-то крупного предприятия. И для многих хочется, чтобы природа восстановилась, чтобы перестали ее уничтожать и портить. Для кто-то вздохнет свободно, если случится что-либо с цивилизацией, а кто-то спит и видит, как в кошмарном сне, конец света чисто физически. Представьте себе огромный небоскреб, в котором отключили свет. Остановились лифты, остановилась подача воды, прекратилась деятельность канализации. А если все это еще и зимой, то прекратилось отопление. Вот тогда люди поймут в этом примере, что такое настоящий конец света чисто физически, поскольку никто из них не способен жить в условиях дикой природы. Да элементарно позаботиться о себе, позаботиться о том, чтобы быть готовым к различным жизненным ситуациям. Если раньше, вот в мою молодость мы играли в зорницу, у нас была военная подготовка. Если раньше даже девочки в этой игре зорница были санитарками и каким-то образом обучали выживаемости в боевых условиях или в условиях дикой жизни, в дикой природе, то сейчас ничего этого мы не видим. И поэтому для людей простые вещи кажутся ужасными. В период после Гражданской войны и до самой Великой Отечественной в прошлом веке ссылали и староверов, и родноверов, и просто, как бы политически неблагонадежных, в Сибирь вывозили целыми эшелонами и бросали просто между станциями, в никуда. И если кто-то успевал дома захватить за пазуху топор, пилу, молоток, жменью гвоздей, то вот эта группа людей успевала и построиться к зиме, и собрать определенное элементарное хозяйство, с помощью которого они выживали в условиях дикой природы. И разве это плохие уроки? По большому счету, для того, чтобы чувствовать себя в природе, как дома, а не в этих душных и вонючих мегаполисах, в которых от природы практически ничего не осталось. Нужно еще помнить о смене реальности, поскольку каждый при смене эпох, при завершении управления богиней Мары и при начале управления бога Велеса попадет именно в ту реальность, которой он наиболее достоин, в соответствии с его кармой, духовным потенциалом и теми последствиями, которые кармически приведут его в его собственную реальность, где будут проживать люди, соответственно, его примерно равные ему по духовному уровню эволюции. В Ветах сказано, что реальностей даже на этой планете столько, сколько может поместиться ячменных зерен в полном мешке. Соответственно, для каждого найдется та реальность, которой он достоин. Но это экзамен, и в зависимости от того, как мы его сдадим, мы покажем свой потенциал и свои духовные возможности. Поэтому напомню то, с чего начал. Никогда боги, поскольку это наши любимые родители и прародители, не дадут испытаний больше, чем мы можем выдержать. Кто сможет выдержать больше, испытаний будет больше, но он получит уроков, и результатов от этих уроков больше. А кто поменьше, тот поменьше. И нужно помнить еще о том, что смерти нет. Перун на вопрос людей, когда он посещал нашу землю, ответил, «Смерть не как рысь пожирает рожденных, воспринимаемой нет у ней формы. Смерть познаете вы лишь в окружении, а для себя вы ее не найдете». То есть душа и дух, которые вечно изначально и блаженны, не подвержены влиянию ни времени, ни пространства, меняют тела и оболочки, но в частности плоть и энергетику, так же, как мы сейчас привычно меняем старую одежду на новую. Об этом очень доходчиво сказано в Хагавадгите. И нужно просто правильно воспринимать эту жизнь, не как нечто изначально закостенелое, а как на постоянно меняющиеся формы и условия. Посмотрите на матушку природу. Зимой она покрыта снегом, весной ручьями, летом она благоухает растительностью, а осенью все это сворачивается после того, как она принесет нам и другим живым существам щедрый урожай. Так чего нам бояться, если сама мать природа показывает нам изменчивость очень сильно четыре раза в году? Пора и нам подготовиться к смене эпох, развив свою интуицию, готовность жить в природе, готовность получать с благодарностью уроки, а уж какие кому, богам видней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова